Слава Украине! Привет всем от Полонского! Новости из Германии, они очень интересно, касаются прежде всего нас. И в первую очередь нас. Значит, смотрите, немцы официально заявили, что они еще помогут нашей ПВО. Дело в том, что, смотрите, у нас сейчас ПВО вроде бы уже начинает быть на уровне. Мы сейчас уже не только зависим от букв С-300, С-125, что у нас там было от Советского Союза. Ну, было что-то модернизированного во времена Украины. Но, в общем и целом, это была старая советская техника. Пускай иногда надежная, иногда не очень, но ее было недостаточно. Все мы помним первые дни войны, когда к нам зашиворот, что называется, прилетало десятки ракет в день. Ну, вот как у нас позавчера было, когда нам 50 штук за один день. Но позавчера почти все позбивали. А тогда все прилетало, в этом вся разница. И сейчас начали уже сбивать очень много, но нам критически важно иметь больше передовых западных систем. И вот Германия. Германия, которая, помню, первые дни войны как-то так была, не верила в нас. Давали нам, что они там давали, каски и одеяло. Потом, правда, одумались. И надо сказать, что к концу эпопеи под Киевом тут они уже хорошо помогали. Там уже пошли панцерфаусты и все остальное. Да, спасибо. Так вот, та самая Германия сейчас уже очень сильно поменяла свое мнение по поводу помощи Украине. И заявила официально о следующих вещах. Первое. 15 артиллерийских самоходных, зенитно-артиллерийских самоходных установок ГЕПАРД будут переданы нам в несколько ближайших недель. Еще 15 штук. Сейчас у нас их, если я не ошибаюсь, 34 штуки. Будет передано еще 15. А до конца 2023 года в сотрудничестве с США еще 30. Это отлично. Это ГЕПАРД просто сшибает, что крылатые ракеты запросто, что любые беспилотники. Это существенная помощь. И мы сможем таким образом покрыть гораздо большую площадь. Потому, что Украина не маленькая. И нужно много средств ПВО, чтобы обезопасить все направления. Или, по крайней мере, большую их часть. Это первый момент. То есть, скажем так, это критично важно для нас, эти ГЕПАРДы. Это первый момент. И второй момент. Еще две системы ИРИСТЕ мы получим от Германии. Это уже зенитно-ракетные комплексы, которые сбивают те же самые крылатые ракеты со стопроцентной вероятностью. То есть, сколько летит, столько сбивают. Два комплекса мы получим еще в 2023 году. И еще четыре штуки комплекса в 2024. Это отлично. Надо сказать, почему так медленно, относительно медленно, с ИРИСТЕ, а не новая. Мы вообще первыми их получали. По-моему, я не уверен. Но Бендесвера, по-моему, есть одна такая система. И все, собственно говоря. Надо проверить. То есть, в принципе, это то, что способна на сегодняшний день выпустить немецкая промышленность. И мы оказываемся среди первых, кто ее получит. То есть, видимо, мы и Бендесвера будем как-то получать это дело одновременно. Соответственно, ну вот, спасибо Германии. Видите, как поменялось. Какой прогресс от кассок и одеял к системам ИРИСТЕ? Тут, как говорится, прогресс очевиден. Типа.